Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я с вами хочу поделиться немножко о том, как я отшивала эту кофточку. Покажу, как я втачивала рукава, а также расскажу немножко про декорирование кофты, которое я делала с помощью фатина. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной до конца! Решила я отшить себе вот такую вот кофточку. В плане декора я выбрала белый фатин, который я вот так вот заколола иголочками. Сейчас я продекорирую свою вторую часть. Это будет у меня обычный такой теплый свитшот. Спереди будет укорочено, а сзади будет удлиненно. Накинула я сейчас вот так вот свой кусочек фатина. Он у меня идет достаточно неровный, потому что, конечно, в итоге я это буду все осноравливать, отрезать так, как мне надо. Поэтому я просто сейчас положила и буду накалывать. Вот так вот произвольно закладываю складочки, где мне надо. От края отступаю примерно 1 см, потому что затем эти швы у меня будут стачиваться, чтобы мне иголочки не мешались. И вот таким вот образом идем до конца, закладывая складочки наши. Вот так вот я заложила свои складочки. Сейчас вот этот вот излишек ткани я буду осноравливать, буду все отрезать ненужное. И в конечном итоге мне нужно добиться, чтобы у меня получилась вот такая же вот идентичная сторона, как на правой стороне. Но сейчас буду добиваться такого же результата. Вот так вот мило получилось. Сейчас пойду и буду начинать сшивать свои боковые плечевые швы. Также планирую использовать вот такие вот бусины, потому что, когда я убираю вот эти вот иголочки, фатин у меня некрасиво топырится, мне это не нравится. Я вот хочу, чтобы у меня кофта была в готовом виде. Вот так вот выглядела. Поэтому мне необходимо будет продекорировать свой фатин. Я планирую то, что я вот так вот буду в разных местах нашивать вот эти вот свои бусины. При этом они будут держать мой фатин. Вот так вот выглядит мой рукав. Я его вот уже один рукав вывернула наизнанку. Рукав вот состоит у меня из вот такой вот длинной манжеты. Низ рукава, скорее всего, я обрабатывать не буду. Я оставлю его вот таким вот открытым срезом. Здесь я просто стачала все швы, я разутюжила. При этом я точно так же не использую оверлок. В этой кофте у меня такая фишка, что я не хочу обрабатывать швы. Так как эту кофту я планирую одеть всего лишь пару раз. При этом этот рикотаж, он не сыпется. Поэтому я просто стачала и все разутюжила. Я уже вот так вот продекорировала свою кофточку. Здесь у меня очень-очень много бусин. Сейчас мне осталось вот обработать всего лишь пару швов. Встачать рукава и моя кофта будет готова. В данном случае я горловину обрабатывать не буду. Так как этот рикотаж у меня не сыпется. Я планирую, что эта такая кофта будет без обработанных швов. Что-то новенькое, что-то прикольное. Многие бренды используют эту фишку. То, что не обрабатывает рикотаж. И я решила тоже так попробовать. Теперь мне необходимо вточать мой рукав в нашу пройму. Шов на рукаве я соединяю со швом на полочке. Делаю вот этот шов. И этот шов должны попасть друг к другу. То есть, стык в стык. То есть, эти стыки я должна соединить вот так вот между собой. Беру иголочку. Фиксирую. При этом на рукаве у меня есть вот такая вот надсечка. Эту надсечку я соединяю с нашей верхней плечевой точкой. Теперь я выворачиваю это наизнанку. И свою надсечку соединяю с этим швом. И опять так же фиксирую иголочкой. Получается, мы зафиксировали наш рукав в пройме по двум сторонам. Беру иголку с ниткой и начинаю вметывать рукав в пройму. Но так как у меня этот рукав идет без посадки. Ну, совсем она вот маленькая посадка у меня образуется. Я просто в нескольких местах заколю его вот так вот иголочкой. Заколю иголочкой. И пойду строчить на машинке. Вот мы соединяем. А остальное все уйдет вот сюда вверх на посадку. Вот что у меня получилось. Это вот моя пройма. Начну я строчить сейчас снизу. Пойду вот так вот вверх по окату. И опять вернусь вот сюда вниз. Сначала я свой рукав. Вот у меня идет моя строчка. Теперь иголочки все убираем. И теперь идем на оверлок, чтобы обметать нам вот этот вот срез. Выворачиваем на лицо. Смотрим, что у нас получилось. Вот так вот мы втачали наш рукав. Вот здесь вот швы под рукавом идут у меня встык. Все вот эти вот иголочки все убираем. Утюжим рукав. И кофта у меня готова. Надеюсь на то, что вам это видео понравилось. И чем-то даже немножко пригодилось. Если это так, то поддержите меня лайком. Пишите мне ваши комментарии, ваши эмоции. Всем вам хорошего дня. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok